Моя красавица, спать хочешь? Добрый вечер, дорогие друзья! Продолжу рассказывать о своих последних покупках. Одна из покупок пароочиститель Philips. Следующая покупка ведро или швабра с центрифугой Master Mop. Моя кисочка так случилась, что она заболела. Заболела такой болезнью, в общем, заразилась бложками. Кошка домашняя, у неё лоток. Возможно, я с одеждой принесла каких-то бложек и кошечка заболела. Ну и мы, конечно, к врачу пошли, нам выписали разные процедуры, лекарства. Мы всё это пьём, но я обратила внимание, что как бы мы вылечились, и всё равно появляется какая-то бложка. Ну, я ещё прочитала, что бложки очень хитрые, они могут на мебель перебираться, прыгать на какой-то период, потом опять на кошечку. Поэтому нужно радикальную борьбу вести, как бы не только лечить животное, но и обрабатывать мебель, мягкие предметы и вообще любые предметы в комнате. Ну, можно химическим способом, но это как бы не очень помогает. Может быть, помогает, но это опасно для здоровья животного в том числе. Вот. Ну, и я на просторах интернета, в Ютубе увидела, как девочка там, одна молодая женщина рассказывала, что ей именно помогает пылесос и паровая швабра. Ну, и она демонстрировала всё это, как она обрабатывает диваны, ковры там, пол. И у неё паровая швабра, она была такая, трансформировалась в пароочиститель. Ну, и естественно, я по сайтам тоже посмотрела, и на сайте магазина Технодом нашла вот пароочиститель, но не этот. Вот. Я нашла такой китайский, недорогой, и, собственно, приготовила, взяла деньги, хотела его купить. Но девушка, правда, меня отговорила, потому что это как бы, ну, вариант недорогой. Дорогой, вернее, тот недорогой, и не знаю, по какой причине отговорила. И я купила вот такой вот, Philips, ну, он, конечно, подороже. Ну, хочу начать с того, что у него несколько насадочек. Насадочек. Насадка вот на нём, на нём сейчас насадка. Вот, видите, такая. Потом ещё одна есть насадка лежит. Это для обработки щелей. И это насадки для обработки, ну, для просто чистки мягкой мебели, скажем так. Вот такой, видите, контейнер вот зелёненький, в ручке вот такой полукруглый. Там вода налито. Мне просто неудобно со смартфоном, но очень легко, не знаю, как бы, одной рукой. Очень легко вынимается, неудобно. И вставляется. Наливается вода вот из стаканчика. Кстати, воду нужно дистиллированной пользоваться. Потому что, ну, чтобы там осадка не было, ржавчины. В общем, для более долгой эксплуатации. Ну, давайте попробуем вот разные функции. Это функция отпаривателя. Мы сейчас её испробуем, попробуем. Потом мы почистим кафель и коврики, и мебель. Ну, и посмотрим, как это всё делается. Так, вот давайте. Нагревается 45 секунд. Нагревается 45 секунд. Потом на... Вот, видите, кнопочка на ручке есть. И во время работы, когда именно обрабатываем паром, нужно обязательно нажимать на эту кнопочку. И если мы не хотим, или приостановить хотим работу выделения пара, то мы ослабляем, нажатие не происходит. Вот. Ну, давайте попробуем. Вот у меня висит блузочка. Блузочка. Вот. Я половину уже почистила. Вот, смотрите. Пошёл пар. Вот я чищу. Вот мятая блузочка. Видите, мятая. Чистим. То есть паром обрабатываем. Обрабатываем. Будем улыбнуть рукавчик. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, как бы, видите... Вот этот рукав мне неудобно из-за того, что я смартфон в руке держу... Обработать... Ну, в общем, видно, да, что... Ну, блузка помятая очень была... А так, смотрите, она погладилась... Так... Это вот мы блузочку обработали... Блузочка вот такая... Один рукавчик... Ну, просто мне неудобно... Я смартфон в руке держу... Так... Продолжаем... Продолжаем... Вот диванчик кухонный... Давайте его попробуем почистить... Очень удобная микрофибра... Тут два варианта... Мошки эти... Если какие-то личиночки что-то есть... Оно уничтожится... Вот я, видите... И работаю... Нажимаю... В общем-то, одной рукой можно работать... Вот... Так... И... Очищает от грязи... Ну, я вот... Вчера у меня уборка была... Как бы другой... Использовала я другое... Пара очистителя от швабры... Ну, как бы уже тут... Регулярно это всё работает... Этим делаем... Вот... Пар идёт... Форточки нужно открывать... Желательно... Вот... Ну... Надо сказать... Мощная действительно струя пара... Очень мощная... Вот... Обрабатываем всё это... Всё это обрабатывается... Вот... Это, собственно, мягкую мебель можно обрабатывать... Вот... Вот... Такой вот диванчик у меня... И... Я его... В общем-то... Теперь давайте перейдём к кафелю... Вот... Кафель... На кафеле... Вот... Вот... Кафель у меня на кухне... Вот... Давайте... Включаем... Держу кнопочку... И... Начинаю я... Чистить этот кафель... Вот... На кафеле у меня тут... И... Звёздка... Вот... Я... Неаккуратно её... Видно... Не вытерла... До конца... Сразу... Вот... При побелке... А сейчас... Я её могу убрать... Частично убралась... Частично убралась... Плиточка... И... И... Так далее... Вот... Видите... Старая звёздка... Ну... От прежней побелки... Так... Вот... Вот... У нас кафель... Вот... Видите... Первая плиточка... Прям... Чистенькая... Чистая плитка... Вот... У нас коврик... Старинный коврик... Вот... Ну... И теперь давайте продолжим... Вот... Коврик тоже чистит... Чистит... Убивает микробы... И... Всякую пыль... Грязь... Всё это такое вот... Вот... Просто вот так вот рукой... Кнопочку придерживаем... Так... Легко... Легко работать с ним... Вот такой вот... Коврик... И... Всё... Всё... Вот... Коврик... У нас... Потом можно не обязательно коврик... Вот... Можно не только коврики чистить... Можно мебель... Потом ещё диванные подушки... Это сборник пыли... Конечно, можно навалочки и стирать... Но... Пыль всё равно быстро садится... Вот... Пожалуйста... Пыль... Пара очистителем... Вот так вот... Протереть... И пыль... И микробы... Убьются... Это же как бы... Вот... Подушечки диванные... Видите... Переворачиваем... Переворачиваем... Вот... И подушечки... Вот... Ну... Вот так вот и все подушечки... Микробы... Ну... Я как бы уверена... Что... Эффект этот будет... Ну... Он есть как бы... У нас... В общем-то... Знаете... Под лежачий камень... Вода не бежит... А если что-то пытаешься сделать... Обязательно... К цели придёшь... Трудно... Трудно будет... Но всё равно добьёшься... Что-либо... Потом ещё... У многих... Вот... Кстати... Вот этот... Пара очиститель... Вот эти вот... Работа с паром... Это хорошо... Знаете... Особенно для тех... У кого дома... Дети маленькие... И животные... Но животные... Вы поняли... Животные тоже... Они подвержены болезням... Вот... Не только блохи... Всякие вирусы... Могут быть... Очень много вирусов... Разных... У животных... Вот... Вот... Там... Боже мой... И... Тоже можно принести с обувью... С одеждой... Поэтому... Вот эта лишняя обработка... Она лишней... Вернее... Не будет... Эта обработка... А если маленькие дети... То тоже... Всякие... Глисты... Глистные... Вот эти... В общем... Ребенок маленький... Ползает... По полу... По мебели... В рот... Все это тащит... Эти игрушки... Мягкие... Пыльные... Там масса микробов... Мы не видим... Наш глаз не способен это увидеть... Вот... Но... На самом деле... Это все есть... Вот смотрите... Игрушки... Вот у меня есть игрушка... Вот... Игрушка есть... Вот так же можно паром... Смотрите... Вот так... Параочистителем... Я вот тоже... Когда... Это покупала... Думаю... Черт... Зачем мне нужен такой... Параочиститель дорогой... А теперь думаю... Да пусть будут... Деньги... Это... Они как бы... Все равно как вода... Да купила и купила... Зато вещь такая хорошая... Я могу вот так вот... Внучки ко мне приедут... У меня чистота... Порядок... Леденический... Все это... Выдержано будет... Для маленьких детей... Пожалуйста... Вот игрушечки... Обрабатывать можно... Вот... Со всех сторон... Вот... Пожалуйста... Вот так вот... Опа... Вот... И все... Вот так берем... И все... И так обрабатываем... И уже... Ребенок... Ребенок... Уже будет... То есть мы... Родители будут спокойны... Что хотя бы вот... Дома... Например... Инфекций никаких не будет... Дети же маленькие... Все в рот... Потащат... Ну... В общем... Обычно... Ну я так думаю... Вот если кто-то действительно... В благоустроенных домах... Страдает... Тоже этими разными... Насекомыми... Тоже можно вот обрабатывать... Обрабатывать... Не только вот тем... У кого дети и животные... Всем можно купить... Можно и подешевле... Там... Китайские варианты... Ну вот этот хороший... Он удобный... Тоже... Тоже удобный... Нравителен... Ну... В общем-то... Им можно все... Им можно даже пластик... Вот... Вот... Допустим... Вот окно... Вот окно... Вот здесь вот... Швы даже... Вот эти вот у меня... Видите... Сроки не доходят... Вот... Подоконники можно... Киска тоже сидела здесь... Допустим... Вот она сидела... Вот протирать можно... Так... Что же еще... Ну... Пожалуй... Вот... Все... Игрушки помыли... Диван можно... Диван... Пожалуйста... Тоже... Все... Можно... Диван... Удобная... Вот такая треугольная... Она... Вот видите... Во все... Во все уголки попадет... Во все уголочки... Удобная вещичка... Вещичка удобная... Вот... Вот... Все... Потом снимается... Это... Несвежее... Видите... Вот вроде как бы... Вот прям... Видно что... Грязненькое... Вот... Снимается это все... Стирается... И я это открытие сделала... Вот этими химическими разными... Плохо отстирывается микрофибра... Вот... Хозяйственным мылом обыкновенным... Отлично... Отлично... Так... Теперь... Переходим к другой моей покупке... Вот такая покупка необычная... Вот... Обратите внимание... Вот такое необычное ведро... Я видела рекламу раньше... Вот... На разных... Сайтах... В телемагазинах... Вот этих вот швабр... И у меня был опыт раньше... Покупки швабры... Но она была... Это несколько лет назад... Она такая... Самоотжимающаяся... Такая... Как губка... Ну а потом... Я... Один раз использовала... Второй раз купила... Насадку эту... А потом я не смогла найти... И так... Перешла на обыкновенную швабру... С тряпочкой... Вот... Ну... Вот иногда бывает... Вот знаете... Тряпочка это конечно... Хорошее радикальное средство... Тоже для уборки пола... Но... Бывает... Вот с этой... Деревяшкой... Не везде и не во все углы... Залезешь... Вот... Вот например... Под кровать... Начинаю мыть... Вот кровать широкая... Довольно... Начинаю мыть... У меня тряпка там слетает... Потом... Короче... У меня... Упражнение... По мытью пола... Под кроватью... Это... Встал... Упал... Отжался... Как в армии... В общем... Я... Это... Но очень дорогое... Я посмотрела... Оно там... Девятнадцать тысяч в деньге... Стоит... Восемнадцать с чем-то... Но я подумала... Что это дорогое... Вот... Ну дорого... Ну замечательно... Но дорого...